Дагестанцы смогут отдохнуть три дня в связи с праздником Курбан-Байра. Дагестанцы смогут отдохнуть три дня в связи с праздником Курбан-Байра. Дагестанцы смогут отдыхать 18, 19 и 20 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Меликов. При этом суббота, 17 июля, объявлена рабочим днем. Отметим, что мусульманский праздник Курбан-Байра в этом году выпадает на 20 июля. Десять улиц Кировского района Махачкалы благоустроены. Тем временем реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается. Так активно проводится укладка асфальтобетонного покрытия по улицам Образовательная и Комсомольская. Ремонт проезжей части завершат до конца этого месяца. По этой улице уже на стадии завершения немного примыкания. Там тут несколько примыканий осталось сделать, а так в общем уже вроде по графику успеваем. Жильцы улицы активно подключаются к процессу и просят учитывать их мнение. Они выразили слова признания и благодарности руководству города Махачкала и дорожникам за благоустройство. До этого трещина была большая, и вот сейчас там, тут вода просачивалась, каждый дом, можно сказать, когда ливни были. Я думаю, что сейчас будет нормально, хороший асфальт. Махачкалинцы рассказали, каким хотят видеть Радобский бульвар. В столице Дагестана прошло совместное проектирование общественного пространства с участием горожан, активистов и работников управления архитектуры и градостроительства города. Было предложено улучшить пешеходные проходы к морю, обустроив пандусы, разделить зоны на спортивные, фудкорт, зоны тихого и активного отдыха. Также местные жители предложили улучшить освещение и установить смотровые бинокли. Все предложения горожан будут анализированы и по возможности учтены. В Казбиковском районе демонтируют все опасные туристические объекты. На такое решение власти подтолкнул инцидент с падением девушек с качелей, которые установлены недалеко от обрыва на Сулакском каньоне. Материал по объектам уже собран для предоставления в надзорные и судебные органы. Об этом сообщила пресс-служба администрации. Непосредственно речь идет о качелях, а также о зип-лайнах, спуск по остальному канату. Деятельность некоторых из этих туристических зон уже приостановлена. МЧС Дагестана за безопасный отдых детей. Акция под таким названием прошла в детских оздоровительных лагерях Гунибского и Гиргебельского районов. Основная цель проводимых мероприятий – это пропаганда правил безопасности жизнедеятельности и обучения детей навыкам безопасного поведения. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова. И слегка продавливаем грудную клетку буквально на 3-5 сантиметров. Оказать первую помощь и стать спасателем инспекторы МЧС пытались научить этих мальчиков и девочек действовать правильно и решительно. Сотрудники также разыграли со школьниками различные ситуации при пожаре и обучили их правильным действиям. К слову, во время демонстрации тушения пожара восторгу детей не было предела. В ходе профилактических мероприятий в лагерях «Березка» и «Каскад» сотрудники МЧС обследовали все помещения детских учреждений, а руководителям дали рекомендации. Здесь же ребята имели возможность увидеть, какими силами и средствами располагают спасатели и пожарные. Огнеборцы показали свои машины, снаряжение и спасательный инструмент. Наши медсестры провели несколько занятий с детьми, показывали, как оказывается первая помощь при переломах, при укусе змей и так далее. Но мы сами тоже, вожатые тоже постоянно делают им беседы. У меня вот в кабинете есть журнал, который я провел с ними беседу. Я веду эту работу пожарной безопасности в лагере. Обучающие занятия пройдут также и в других лагерях республики. По словам инспекторов, такие дни безопасности призваны напомнить детям, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций, куда звонить и что предпринять, если вдруг случилось ЧП. Дагестанский школьник Джамбулат Бальгиши стал победителем Всероссийской олимпиады по английскому языку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Выпускник Махачкалинского лицея одаренных детей получил наибольшее количество баллов среди 500 участников. Статус победителя позволяет юноше поступить в лучшие вузы России без вступительных испытаний. В наши дни английский – это глобальный язык, и я хочу в будущем уехать куда-нибудь в Европу. Уникальные образцы советского вооружения, боевой техники и авиации будут демонстрироваться на территории парка «Патриот». Глава Дербента Рустамбек Пермагомедов осмотрел строительство зоны отдыха. Сейчас на объекте проходит планировка участка и ведутся работы по уплотнению грунта. Специалисты возводят на месте и специальный постамент, где разместится единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь». Также будут обустроены зоны для тактических игр, интерактивные музейные площадки и палаточный городок. Во время обхода обсудили и проблемные вопросы. Так, по словам главного инженера компании-подрядчика, необходимо решить ситуацию с водоснабжением и проведением электричества. Глава Дербента поручил специалистам в ближайшее время найти решение возникшим вопросам. «Проблемные вопросы есть. Это у нас основной вода, потому что мы пока ее качаем для нижнего слоя из моря воду, так как ее уплотнение грунта в любом случае нам без нее никуда». «А с электричеством что?» «Электричество у нас вроде так. Здесь граница, она у нас от 4 до 10 метров углом идет. Участник, кто хозяин есть, он вроде бы не против». «Дежурное пожелание, чтобы вы качественную работу и в срок главный делали. Если какие-то отставания где-то вы увидите, сразу управление капитального строительства вы известно ставите в архитектуру, чтобы мы могли совместно какие-то решения принять, и это не отразилось на общем сроке». Работы по строительству предполагается завершить к началу туристического сезона будущего года. В Махачкале завершился открытый Куба города по спортивной гимнастике. Турнир собрал около 50 детей. Помимо местных гимнастов, на ковер выходили гости из Ангушетии и Москвы. За ходом событий наблюдали и олимпийские чемпионы. Подробности в следующем сюжете. Спортивная гимнастика продолжает покорять сердца дагестанских детишек. Из года в год растет популярность, но в этот раз праздник грации, пластики и красоты по известным причинам проходит без зрителей. Награды оспаривают юные гимнасты в возрасте от 6 до 12 лет. «Действительно очень интересное соревнование, потому что есть и приезжие, это Москва, ЦСКА, Ингушетия и вот эти дети вот так и растут. Для кого-то это новое соревнование, для кого-то это уже приличные старты есть у некоторых детей. Почему открытые проводнием? Потому что на Северном Кавказе гимнастика, она только процветает, развивается и нам проще вместе ее развивать. И детям интересно это, когда соревнуются». За ходом состязания внимательно следят олимпийские чемпионы. Они уверены, в Дагестане есть все предпосылки для успешного развития спортивной гимнастики. На церемонии открытия почетные гости приветствовали и напутствовали участников. «И хочется пожелать действительно удачи, чтобы в вашей спортивной карьере все сложилось. Но самое главное, чтобы вы не опускали руки, чтобы вы шли к этой цели, добивали своих результатов. Родители, конечно, будут вас поддерживать, тренеры будут вам помогать. Родители, как золотых медалей, я понимаю, что они все достигнут, добьются. Но идти к этой цели, добиваться, это очень важно». «И для того, что наши детишки очень талантливые и способные, к нам начали приезжать олимпийские чемпионки. Уже, видите, сотрудничают с Москвой, федерацией с Москвой. И вот сегодня мы буквально видим, олимпийская чемпионка к нам в гости приехала. Это значит, что есть у нас развитие, есть дети, которые могут претендовать на серьезные медали олимпийские чемпионки мира». Здесь же с показательным выступлением на ковер вышли члены сборной ЦСКА. Команда во главе серебряной медалистской чемпионата мира Анастасии Агафоновой проводит у нас в республике восстановительные сборы. «Я могу сказать, что есть достаточно талантливые детишки, которые могут показать себя еще в будущем. Главное – не сдаваться и упорно тренироваться, трудиться. Ну, так как мы только вчера приехали, мы еще не успели освоиться. Мы очень хотим посмотреть горы, поехать в горы». Упражнения на кольцах, бревне и брусьях. В программе «Многоборье» четыре дисциплины у девочек и шесть у мальчиков. А Маргаджи Муслимов занимаются почти три года и уже достиг определенных успехов. «Ты не первый раз приезжаешь на соревнования?» «Нет, не первый раз. Я в Магушете ехал, в мальчики съездил. Тут тоже соревновались мы в нашем здании». «И сколько у тебя уже медалей?» «Шесть, наверное». Победители соревнований отметили медалями, дипломами и другими подарками. Этот турнир, по словам организаторов, послужит для детишек этапом подготовки к более крупным соревнованиям. Патима Тханнапова, Курбан Рагимов, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. На сегодня это все. Смотрите наши выпуски вы можете также на официальном сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова